Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу имена. Национальный флаг имена был принят 22 мая, 1990 года, в день объединения северного и южного имена. Прямоугольная форма полотнища флага имена является традиционной для абсолютного и большинства независимых мировых держав. Соотношение его длины и ширины может быть выражено пропорцией 3 к 2. Флаг имена – это классический триколор, поле которого разделено горизонтально на 3 равные по ширине части. Верхняя полоса флага имена окрашена в ярко-красный цвет и символизирует кровь героев, пролитую в боях за суверенитет и объединение страны. Центральное поле флага имена белое. Она напоминает о важности мира на планете и стремлении народа имена к процветанию и взаимовыгодному партнерству с соседями. Нижняя полоса флага имена черная. Этот цвет символизирует пророка Мухаммеда и важность его учения для жителей государства. Первый йеменский флаг был принят в 1927 году. Он представлял собой красный знамя с нанесенной на нем изображением кривой сабли и пяти звезд, выполненных белым цветом. Тогда страна называлась Йеменским Мутавакилийским королевством, просуществовавшим до 1962 года. Тогда и флаг государства был отменен, а не смену ему пришло полотнище Федерации Южной Аравии. Оно представляло собой прямоугольник с тремя равными полосами черного, ярко-зеленого и голубого цветов, расположенными последовательно сверху вниз. Между основными полосами пролегали два желтых более узких поля. Центр флага имена занимал полумесяц, обращенная древко к свободному краю, и пятиконечная звезда, нанесенная белым цветом. Северный Йемен до 1990 года носил название Йеменской Арабской Республики и использовал в качестве флага триколор красно-бело-черного цветов с пятилучевой зеленой звездой в середине. Флаг имена сегодня используется и в эмблеме государства. На гербе изображен золотой орел с распахнутыми крыльями, которые держат в лапах ленту с названием страны. По сторонам от птицы расположены флаги имена, а на ее груди – щит со стилизованным изображением плодов кофейного дерева. Именно Йемен считается родиной этого ароматного и любимого миллионами напитка. Золотая линия на границе кофейного дерева и морских волн на гербе символизирует плотину Морип в древнем государстве Саба на территории современного Йемена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok